Ольга, здравствуйте. Можно использовать другую муку в опаре. Спасибо. Смотрите, я очень часто делаю тесты муки. Кто подписан на телегу, на инсту, на ютубчик, тот знает, что выкладываю постоянно новые тесты. Иногда бывает, что тест делаю прямо с нуля, вывожу закваску на муке и на этой же муке пеку. Обычно я использую свою закваску, чтобы это был, знаете, такой чистый эксперимент, одна и та же стартовая культура. И перед тем, как ставить опару, я закваску перекармливаю на ту муку, из которой, собственно, и буду печь, чтобы минимизировать количество другой муки. Потому что постоянно я веду на одной муке, а тесты у меня все время разные. Так вот, когда я меняю в закваску муку, закваска сильная, она, в принципе, переварит. У меня всю муку не было еще ни разу такого, там, больше 30 тестов, больше 35 уже тестов муки я провела, официальных, так скажем, да, и ни разу еще закваска не была расстроена тем, что я поменял ей муку. Она переваривает, разрыхляет и дает хлеб на любой муке. Вот, поэтому, в принципе, если закваска хороша, можно в опару использовать другую муку. Можно закваску ввести на дно, если вам так нравится, в опару класть другую, если вам так нравится. Знаете, тут опять же вопрос, что хлеб для нас, закваска для нас, а не мы для нее. Нужно делать так, как комфортно нам, при этом понимать, что может быть, да. Вот, поэтому на вопрос, можно ли использовать другую муку в опаре, да, можно.